Сегодня пройти мимо кинотеатра «Беларусь» просто невозможно. Здесь развернулась настоящая масштабная благотворительная акция, организаторы которой верят, что двери каждого вольера отворятся, и эти лопоушки обретут новый дом. Потерянных и преданных, брошенных и рожденных на улице, старожилов вольеров и только недавно увидевших мир. 15 собак, 20 щенков, 6 кошек и 15 котят смотрели по ту сторону клеток на потенциальных хозяев. «Бросить нельзя спасти». Запятую в этом предложении каждый ставит, как считает нужным сам. Я сама, мама двоих детей, двухкомнатная квартира. Мы там взяли благодаря моей дочке Шарпей, тоже метис, ладу полторагодовалую. И три с половиной месяца теперь наши уже аськие баллонки. Тогда ее брали в два с половиной месяца. Черная с беленьким. Знаете, собаки очень бесподобные в плане того, что они благодарны за то, что их забрали. Они вылизывают руки, они обалденно играются с детьми. И когда я туда приезжаю, у меня нет ни одной собаки, к которой бы я ни подошла, ни поцеловала. Они не жалеют ни времени, ни сил, ни средств. Благодаря этим людям в оранжевых жилетах с надписью «Волонтеры» в Бресте каждый день совершаются добрые дела. К слову, волонтеры акцентируют. Брест – это и правда город добрых дел. Регулярно горожане помогают материально. Покупают корма, средства для ухода, игрушки. С этим проблем нет. Трудность в другом. Самая основная проблема, которая сейчас у нас с животными, это то, что люди не стерилизуют своих домашних животных. И у них рождаются котята-щенки. И они эту проблему решают таким образом, что просто относят на участок отлова и содержания. То есть они, то, что построил город, вот это доброе дело, они это восприняли как то, что туда можно перенести свою проблему и за них будет кто-то этим заниматься. И получается, что все свои вот эти обязанности они возложили на 12-летних, на 15-летних детей, на нас. Работа по приструю собак и кошек ведется постоянно, однако волонтеры с грустью отмечают. Пока все очень сложно. Сегодня участились случаи, когда четвероногих сдают в приют собственные хозяева. Любимые морки и шарики становятся бездомными. Бывает, за один день участок по отлову и содержанию безнадзорных животных становится богаче на 10 питомцев, которые просто стали не нужны. Они не понимают, что это создано для животных, которые остались без крыши над головой, для безнадзорных. И я не знаю, как достучаться до людей, как им объяснить, чтобы люди просто начали решать свои проблемы сами, чтобы они несли туда щенков и котят. Потому что приют не резиновый, и он тоже имеет какие-то свои ограничения. Но пока мы с этим справляемся, мы стараемся раз в месяц проводить в среднем акцию. Мы пристраиваем большое количество животных. Но дело в том, что за тот месяц, пока мы не пристраиваем, за это же время накапливается примерно то же количество, которое мы отдали. История про них, животных или про нас, людей, в добрые руки или из недобрых рук. Волонтеры убеждены, ненужных животных не существует. Есть бессердечные люди. Многие люди, которые содержат животное свое, они на рубеже 15 лет, 8 лет своему животному, они его просто приносят, потому что им надоело. Они переезжают, еще что-то. То есть люди, когда берут животное, они не чувствуют ответственности, и они не понимают, что это вот ты взял уже для себя до конца жизни, должен заботиться. Люди просто поигрались и выкинули. Акция направлена на то, чтобы как-то показать жителям города нашего, что нужно как-то по-доброму относиться к животным. Если ты уже взял кого-то, то, пожалуйста, уже, как говорят, ты в ответе за тех, кого приручаешь, и должен за ним ухаживать. Ну и на данный момент у нас на участке по отлову около 125 взрослых животных, около 70 щенков, там около 60 взрослых котов и примерно где-то около 40 котят. Животных много. Разве важна порода, возраст, рост, вес, окрас, родословная? Разве можно пройти мимо, когда по ту сторону вольера на тебя смотрят такие преданные глаза? Да, говорит эта молодая пара и забирает котенка, чтобы сделать его счастливым. У меня просто большая склонность к бездомных животных. Я не могу смотреть равнодушно, когда животные бродяжничают, особенно когда люди там пинают или выкидывают. Мне кажется, если я могу чем-то помочь, если я могу осуществить хотя бы какую-то одну жизнь, то почему нет? Мы хотели сначала купить, а потом подумали, если бесплатно. Даже не то, что бесплатно, в плане того, что можно пользу принести. Среди питомцев, кому сегодня также повезло, этот сонный щенок. Он также нашел семью и дом. Брещанин Александр Борисенко торопится показать нового члена семьи своей жене. Я всегда держал собак. Вот по молодости у меня были всегда собаки, овчарки. Я и на границу ходил, щенков этих, что выкидывали там их от бракованных, ловил и воспитывал. Ну, вспомнил молодость. В ходе акции дверцы вольеров отворялись весьма оживленно. Питомцы находили новый дом. Не сопротивляясь, шли на руки, вновь поверив, что эти люди точно станут добрыми, заботливыми, самыми любимыми и любящими хозяевами.